Итак, доброе утро, дорогие друзья! Всем доброе, добрейшее, веселейшее утро! Понедельник, понедельник. Число сегодня какое? Сейчас мы выясним. Сейчас у нас понедельник, а число у нас какое сегодня? Четвертое января. Четвертое января. Представляете, уже четвертый день пошел 21-го года. И мы продолжаем изучать божественную мудрость, потому что все, что у человека в жизни есть, это следствие его мудрости, или хитромудрости, или наивности, или тупости, или глупости и так далее. То есть каждый человек живет в своей модели мира, каждый человек живет в своих представлениях о том, что такое хорошо, что такое плохо, как мир работает. И каждый человек строил свои представления о мире по модели крошки сына, которая к отцу пришел и спросила кроха, что такое хорошо и что такое плохо. И по ответам отцов, матерей, Винни-Пухов, значит, у преподавателей школы и детского сада мы построили свою модель мира. Анна де Ментон. Привет. Бонжур, как говорят у нас во Франции. И сейчас нам повезло, мне лично очень повезло, я считаю, что это самое большое везение в моей жизни, что в возрасте 24 года я понял, что есть Бог и что нужно узнать вообще, чего Он от меня хочет. И я начал изучать, уехал в Иерусалим, начал изучать иврит, всел в Ешиву, изучал Тору, Вавилонский Талмуд и святые книги. И когда я все это изучил, то, конечно, мне стало жить намного легче, слава Богу. И мы сейчас изучаем вместе притчи царя Соломона Мишлей на иврите, 29 глава, царь Шломо, был такой царь Шломо, он построил, сын царя Давида, он построил первый Иерусалимский храм. 3000 лет назад он построил дом для Бога и, значит, дом для Бога он построил, и это было усиление божественного влияния на весь мир. Прямо был такой, знаете, как транслирующая станция, и люди в то время, во времена первого храма, было 300 тысяч пророков. Пророки это те люди, которые могли присоединяться к духовному миру. И, значит, в то время было просто, то есть простого человека, он утром просыпается, его накрывает, он видит реальность насквозь, он видит ее духовную сущность. Пророки это те, которые вообще могли заходить еще выше, глубже, такие, как сегодня бы их назвали, ясновидящие. И простые были люди, которые приходили к пророку, спрашивали, ну как, что вот мне надо в себе исправить? И пророк ему говорил. Значит, потом до нас дошли книги пророков, и пророки от имени Всевышнего старались нас, простых людей, приблизить к служению Богу. То есть объяснить, чего Бог от нас хочет, от всех. Потому что живет человек, его все время колбасит и плющит. Вот обычного человека, его колбасит. Как его колбасит? Почему именно слово колбасит, да, такое слово? Потому что он постоянно, его мышление перескативает с места на место. То проблемы, то цели, то желания, то сложности, то запреты. Внешняя среда меняется, внутреннее состояние меняется. Только ты там боролся за свою цель, тут, не дай Бог, заболел. Только ты выздоровел, потом начинается коронавирус, там закрыло, здесь закрыло. В общем, человека всю жизнь вот так вот, его из стороны в сторону, как калейдоскоп, все меняется. Теперь, к чему все люди стремятся? Все люди стремятся к стабильности, к стабильности, к спокойствию, к уверенности. Это действует инстинкт самосохранения. И самое большое спокойствие, уверенность, это когда ты знаешь, что у тебя с Богом отличные отношения. А как с ним построить отношения, рассказывает нам царь Соломон. Итак, значит, 29 глава, 21 отрывок, говорит нам о воспитании. О воспитании. Значит, говорит царь Соломонам так. Мифанек, менуар, авдо, вахарито и еманон. Значит, переводится это так. Тот, кто мифанек, пинук это, знаете, что такое пинук? Это баловать. Лифанек. Лифанек это баловать. Тот, кто балует в нарыто подросток, тот, кто балует в подростковом возрасте своего раба, ахарито и еманон. В конце он станет ему хозяином. Значит, здесь мы понимаем, что это притчи, что это метафоры. И царь Соломон, он объясняет понятными словами очень глубокие вещи, которые он получил от создателя мироздания, от Бога. Бог, создатель, творец мироздания. Он создал духовную структуру, как программное обеспечение, как работает мир. И пророки, они заходили туда. Вот мы сейчас пользуемся Инстаграмом или Фейсбуком. Мы не знаем, как он работает. Мы не можем заглянуть в программный код и узнать, что же там этот Цудерберг и его тысячи программистов накодировали. Мы не понимаем, как он работает. Мы пользователи. Мы видим только картинку. Картинку нажимаем на кнопочки и все. А программисты, пользователи, они могут зайти туда. И сидит там на главном рубильнике Цудерберг. И он говорит, но я главный код вам не скажу. Главный код только я знаю. Если кто-то у меня постарается Фейсбук забрать, я просто рубильник поверну и вырублю все. Вот примерно так же Всевышний, он создал все мироздание. И пророки видели духовные законы, духовное знание, духовную структуру, как программный код этого мира. И говорит нам царь Соломон понятным языком. Он говорит так. Кто балует своего раба с подросткового возраста, в конце станет ему хозяином. Что это значит? Значит, объясняют нам комментаторы, что у каждого человека есть как пирамидка такая, как матрешечка. Есть божественная душа. Этот божественный луч, это часть Всевышнего, назовем это так. Есть у человека интеллект, компьютер, который наполнен знаниями. Вот мы сейчас наполняем компьютер знаниями. Есть у человека тело. Тело это такое вот там несколько десятков килограмм мяса и костей с жидкостью, 5 литров жидкости внутри, кровь. И вся вот эта вот система, как биоробот такой, он управляется чем? Мышлением. Он управляется мышлением. У биоробота есть инстинкты. Большая часть действий тела производится инстинктивно, без участия мышления. Но куда тело пойдет или что тело будет делать, решает интеллект. Но, но, если у человека то, что называется инстинктивная часть, его инстинкты, его животная сущность, назовем это так, животная сущность, и возникает постоянно конфликт. Животная сущность, она говорит человеку, зачем тебе спорт, говорит ему животная сущность. Она не говорит, она просто сигналит животная сущность. Зачем тебе спорт? Это потеть, это уставать, это напрягаться, это больно, это тяжело. Зачем тебе спорт? Говорит животная сущность. А интеллект что говорит человеку? А интеллект говорит, послушай, если ты не будешь заниматься спортом, у тебя тело развалится, ожирнеет, заболеет, оно не будет без движения, оно умрет. Тело говорит на уровне инстинктивном, я не хочу напрягаться, я не хочу получать боль. То есть спорт такой, это боль. А интеллект говорит, нет, ты будешь получать боль, потому что no pain, no gain, нету боли, нету прибыли. Развитие идет через боль. Конфликт? Конфликт. Теперь говорит нам царь Соломон 3000 лет назад. Тот, кто мифанек, тот, кто балует своего раба, свое тело с детства и не заставляет его вовремя вставать, вовремя ложиться, заниматься спортом. Тот, кто балует своего раба, тело это раб, тело не хозяин. Тело это раб, который должен выполнять приказы интеллекта, а интеллект должен выполнять приказы Бога. Но тот, у кого нарушена эта связь и у кого им управляет животная его часть, то это называется интеллект человека, он с детства балует свое животное тело, то беахари то, когда он станет взрослым, тело станет его хозяином. И этот человек, он превращается во что? В ничто. Он не может, если он не управляет своим телом, если он не может заставить себя делать зарядку, заниматься спортом, то лет сорока он превращается в толстую, жирную, развалину. И он может рассказывать любые истории, что я управляю своей жизнью, я могу управлять собой. Не может, не может. То есть, твое тело сильнее тебя. Когда люди начинают, евреи должны соблюдать заповеди. Бог договорился, что еврейский народ поклялся, что будет соблюдать заповеди Бога полностью. Значит, и когда, вот я встречаю, например, евреев, которым лет по сорок, по пятьдесят, и они говорят такую фразу, ну не могу я не есть не кошерное, ну не могу я, я люблю кошерное, я буду есть. Это значит, что его тело, хозяин его души, что если для его души надо кушать кошерное, то его тело, оно сильнее, чем он. Понятно, да? И это все формируется в детстве. Если ты балуешь свое тело с детства, позже оно станет твоим хозяином. Если ты с детства, вот мне, например, было легко стать религиозным. Почему? Я с пяти лет занимаюсь спортом. С пяти лет тренер по плаванию, вот так, с такой вот палкой, стояла возле бассейна. И мне говорила, ты, пока месь, не доплывешь свою тренировку, с бассейна не вылезешь. Понял? Понял? Все, я свое тело давай заставлять доплыви, 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 доплыви. Доплыл. Все. Потом легкая атлетика. Давай, давай, давай. Все. И тело, оно подчиняется. Потом, когда мне было 35 лет, и мне не хватало сил, я начал болеть, я свое тело заставил пробежать марафон. И я с тех пор, мне спрашивают, откуда у меня энергия? Потому что мое тело, оно мой слуга, а не хозяин моей жизни. А сейчас есть разные вот такие вот люди, которые говорят, делай, что хочешь, делай, что хочешь. Это животные делают, что хотят. Люди, они делают то, что правильно, то, что нужно, то, что полезно, то, что полезно для души, то, что полезно для интеллекта. Понятно, да? Спорт очень важен. Научиться управлять своим животным или твое животное будет управлять всю жизнь тобой. Это был 21 отрывок. И вот сейчас те люди, которые живут по сигналу, по управлению «хочу» и «хочу», оно вот так загорелось и сдулось, загорелось и сдулось. Я здесь привел в описании, кстати, кто хочет смотреть именно в письменном виде описание притчей, то есть сайт vaikra.com, vaikra.com, есть все мои уроки за последние годы с комментариями. И вот, значит, я специально здесь привел, есть клуб 27 называется, как музыканты, которые становились музыканты, вот смотрите, творчество это, казалось бы, идет в противоречие с тем, что говорил царь Салмон. Творчество это отпусти себя, то есть отпусти себя, никаких границ, никаких границ. К чему это приводит никаких границ? Творчество приводит к тому, что клуб 27, самые известные музыканты, которые выходили за границы своим творчеством и создавали что-то такое необычное, обычно в 27 лет умирали, все, они сгорали, как пшк, и нету, понятно, да, идея? Теперь дальше, 22-й отрывок, он дальше нам, царь Саламон, открывает устройство человека и говорит нам следующую вещь, 22-й отрывок, 29-й главы. Иш-Ав, Игоре Мадонна, значит, дословно переводится так, Иш-Ав, человек гнева, Игоре Мадонна, он сеет суды, Игоре это, он как бы пробуждает раздор, пробуждает суды, у Баальхема, а человек Баальхема это тот, кто у него, значит, не так чуть-чуть. Иш-Ав, Аф это ярость, Аф это ярость, которую человек высказывает наружу, человек, который высказывает свой гнев наружу, человек ярости, Игоре Мадонн, он как разжигает суды и конфликты, да? У Баальхема, человек, который гнев свой подавляет внутри, Раф-Пеша, он делает много грехов, он делает много грехов. Как это работает? Смотрите. Есть у человека, мы уже чуть-чуть поговорили, есть тело, есть интеллект, есть душа. Давайте я вам сейчас даже нарисую, если получится, я вам сейчас очень нарисую интересную схему. Так, вот смотрите, вот есть внешний мир. Внешний мир это сигналы, в которых живет человек, они не под контролем человека. Дальше, у человека есть душа. Душа это некий такой луч света в темном царстве. Душа это луч света в темном царстве. Такой луч, который идет, божественный луч. Добро, любовь, святость, свет такой, да? Свет, святость, добро, любовь. Такое очень тонкое, тонкое такое вот влияние от Бога. Дальше у человека есть интеллект. Интеллект, интеллект, интеллект. Что такое интеллект? Интеллект это компьютер, в который загружена информация. То есть, человек, когда ребенок рождается, он не умеет разговаривать, читать, писать. У человека нет никаких убеждений о жизни. Ему все объясняют. Родители, воспитатели ему говорят, это белое, это черное. Это дерево, это пластик. Это добро, это зло. И так далее, и так далее. Получается, что интеллект это компьютер, в который загружена информация. Дальше у человека есть его тело. Есть тело. Тело это опорно-двигательный аппарат. Опорно-двигательный аппарат, значит, несколько десятков килограмм мышц, связок, костей, жидкости, мяса и так далее. И идет вот соединение, соединение между телом, между телом и интеллектом, вот тут, вот, да. Это то, что принято назвать сердце. Сердце. Что за сердце такое? Да, мудрецы назвали это сердце. Но по факту, по факту, это то, что называется подсознание. Человек только подумал пошевелить рукой, она пошевелилась. Человек только подумал, хочу я, хочу я что-то. У него, оп, пошел интеллект работать. То есть, здесь есть подсознание и эмоциональная сфера, эмоции. Теперь смотрите, как работает. Вот человек увидел что-то, увидел что-то вот здесь. Увидел что-то из внешнего мира, что ему не нравится. Увидел что-то, что ему не нравится. Вот, значит, что-то человек увидел, что ему не нравится. И у него в этот момент, если ему это не нравится, у него встает эмоциональная сфера, включается, у него или раздражение, или гнев. Или он увидел, или он увидел, например, то, что ему нравится. Наоборот, вот он что-то увидел, что-то ему нравится, и он прямо у него встает внутри, эмоциональное, позитивное такое чувство. А если он увидел там кошечку маленькую, а ему кошечки маленькие нравятся, у него прям может нежность, такая любовь подняться. А если он увидел змею маленькую, и он змей не любит, у него, наоборот, к змее может возникнуть страх или какое-то эмоциональное отторжение. Значит, эмоциональная сфера это сигнал, это энергетический сигнал, который сигнализирует от интеллекта к телу, что происходит. Если внешний мир дает сигналы, которые человеку нравятся, то идет эмоциональное наполнение тела, позитивная энергия. Если внешний мир дает сигналы, которые человеку не нравятся, его интеллект пропуская сигналы внешнего мира сквозь свою модель мира, например, каждому человеку не нравится, когда нарушают его правила, его свободу и так далее. То есть, когда происходит что-то, что нарушает мои представления, как оно должно быть, в этот момент у человека возникает внутри, внутри возникает эмоция, да, отношение. Эмоция это энергетическое отношение к тому, что происходит. Теперь есть люди, которые живут в состоянии принятия и благодарности. Вот они смотрят на окружающий мир, и они такие классно, и кошечка хорошо, и змея хорошо, и дождик хорошо. И спасибо Всевышнему за это, спасибо за то, слава Богу, за то, что я жив. Человек проснулся утром, Господи, у меня руки есть, глаза есть, слава Богу, слава Богу. Оп, и он наполняется какой энергией? Он наполняется энергией позитивной. Другой человек проснулся, блин, опять не додали, хотел, чтобы было лето, а сейчас зима. Хотел, чтобы полететь сейчас куда-то там полететь, а не полетел. Не додали, мне не додали. Один думает человек, а второй думает, мне дали больше, чем мне нужно. Мне дали вообще, слава Богу, чем я заслужил такое счастье, что вообще я есть. То есть, понятно, да, эмоции это следствие того, что ты думаешь. Теперь вернемся к 29 глава, 22 отрывок. Есть люди, у которых есть гнев. Гнев это внешне выраженное отношение к обстоятельствам. То есть, когда внешние обстоятельства не совпадают с желанием человека, то есть такие люди, которые приучили себя, натренировали себя, дали себе разрешение выражать свое несогласие с внешней реальностью в виде гнева. В виде гнева прям пам! И человек гневается. Он выражает. Он говорит, нифига себе, кто сюда поставил свои там тапочки, а? Кто сюда поставил, кто здесь пишет, например, кто тут пишет вообще? Ну и так далее. То есть, есть люди, которые почему-то дали себе право выражать свое несогласие внешним гневом. Теперь, если человек дал себе такое право, он должен вспомнить 29 глава притчи царя Соломона Мишли. И говорится там так, что тот, кто гневается, внешне гневается, выражает свой гнев, он как бы сеет конфликты. Потому что на каждого конфликтного человека найдется другой конфликтный человек. Это факт. На каждого недовольного и выражающего свое недовольство найдется такой недовольный, который все ему объяснит и матом, и вообще. То есть, я всегда, когда вижу, когда кто-то такой, ну вот, блатует, я не хочу с ним даже начинать конфликт. Почему? Я уверен, что за мной прям в очереди стоит Николай Валуев. Рядом находится какой-нибудь такой же, как он, вот. И пусть они между собой убивают друг друга. Я в их тупые, вот эти вот гневные взаимоотношения влазить не хочу. Теперь, если человек внешне выражает, тогда он сразу получит конфликт. Но есть люди, которые сдавливают свой гнев. То есть, они точно такие же недовольные внешними обстоятельствами. Они точно так же создают внутри себя вот эту вот негативную энергию. Только они ее подавляют в себе. То есть, они вместо того, чтобы принять ситуацию, обстоятельства и так далее, они не выражают свой гнев, но они его подавляют внутри. А если он подавляет внутри, то тогда написано, говорит нам царь Соломон, Убаль Хема. Хема это подавленный гнев. Тот, у кого есть этот подавленный гнев, Раф Пеша, он много сделает грехов. Потому что негативная энергия, она куда-то выражается. Негативная энергия, она куда-то выражается. И вот такой вот человек, например, Анделиночка. Анделиночка, например, да. Она такая прямо Анделиночка. Но если ей что-то не нравится, то она же выразит это, ну, скажет, ну, там, на нее что-то плохое скажут. Если она это не выразит, то она внутри будет ходить и думать, Господи, почему же мир такой некрасивый, будет думать она. И она же будет жить в этом своем некрасивом мире. Понятно, да, идея? То есть, человек, который не умеет принимать реальность, человек, который не умеет интерпретировать реальность в виде благодарности, в виде радости от внешнего мира, ему всегда будет плохо. Если он будет это выражать, он будет получать отдачу. Если человек будет это не выражать, а внутри будет просто, знаете, тиснуть такой, вот, мне все не нравится, ну, почему сейчас не лето? Ну, почему сейчас вот эта корона? Ну, почему, ну, почему корона? Ну, я так хочу, чтобы не была корона, она есть. И давай плакать. Кому он сделал лучше? Кому он сделал хуже? Только себе. Понятно, да, идея? Все. Первое. Не балуйте свое тело. Второе. Научитесь интерпретировать реальность позитивно, потому что тот, кто интерпретирует реальность негативно, пробуждает или гнев, и тогда будут конфликты, или подавляет гнев, и тогда ему внутри будет плохо. Все. То, что мы сегодня выучили у царя Соломона, слава Богу, что есть возможность у нас получать прямо от Всевышнего великую мудрость, и с Божьей помощью будет у всех все хорошо. В Библии вот Давид Кост, он нашел перевод, и этот перевод, еще раз, перевод каждого тела, каждого слова, перевод, он может быть чуть-чуть разным. Я вам рассказываю так, как я понимаю, и так, как я выучил у тех комментаторов, которые я читал. Все. Удачи, успехов, всем хорошего дня, всем пока. Заходите на vaikra.com. Это сайт vaikra. Vaikra. Вот пишется на иврите, это переводится слово vaikra, переводится слово так. И возвал, то есть это слово vaikra переводится и возвал, написано в Торе, и возвал Бог к Моше. Он к нему возвал, он ему обратился, а Моше говорит, передай то, что я тебе сказал. И все, кто взывают от имени Всевышнего и хотят людей вернуть к Богу, мы сделали для них платформу vaikra.com. Это более 200 равинов, которые каждый день пишут статьи, делятся, взывают. Мы, опять же, мы передаем евреи, услышали голос Бога через Моисея. И поэтому мы передаем именно божественную мудрость, которую получили от Моисея, потом дальше был царь Давид, Псалмы, царь Шломо, и у нас было очень много пророков. То есть мы, евреи, говорим через пророка Моисея. Кто не еврей, есть мусульмане, они говорят то, что говорил им пророк Мухаммед и так далее. Все, удачи, успехов, всем пока!